Михаил Перловский. Бабушка-пират. Жила-была в восьмом подъезде бабушка-пират. Не то чтобы она сильно кровожадная была или трубку курила, ничего подобного. Но зуб у неё золотой имелся, красивый. Так у кого же его нет? Ну, маршрутку она брала на абордаж с лёгкостью опытного флебустьера. Но в нашем районе все такие. Далеко до метро, потому что. В общем, мирная была бабушка-пират. С утра бабушка-пират поднимала на балконе флаг. Чёрный шарф, который она давно вязать начала, И он такой длины получился, что приходилось его на верёвке развешивать. Пощёлкает спицами бабушка-пират час-другой И отправляется в наш зелёный двор-океан. Там в это время мамаша с детьми, как разноцветные грибы, Повыскакивает или Матфеевна из высотки зайдёт. Есть с кем светскую жизнь вести. Только выйдет бабушка-пират из подъезда, А тут соседка с сумками из продуктового магазина через двор плывёт. Хочет бабушка-пират с ней поздороваться. Рот откроет и вдруг как крикнет. Три тысячи чертей! Куда ж ты, мым же, такая ты? Столько тащишь, а? Обожрёшься же! Нарею тебя! Ха-ха-ха! Соседка, конечно, ахает, сумки подбирает И ныряет в крайний подъезд под защиту береговых орудий мужа. А бабушка-пират улыбается смущённо и занимает скамейку, С которой все проливы в соседние дворы хорошо простреливаются. Только на солнышке пригреется, А тут, пыхтя, словно буксир, Во двор входит автолюбитель Владимир, Интеллигентный мужчина непонятных занятий, И толкает перед собой автомобильную шину. Он, наверное, и резину менял на летнюю. Владимир осторожно подходит поближе и говорит вежливо, «Здравствуйте, Амалия Петровна!» А бабушка-пират ему в ответ улыбнётся и как крикнет, «Сам здравствуй ты, пень ушастый! Гляди, шина тебя шире! Украл четыре на четыре!» И смеётся диким пиратским смехом. Автолюбитель Владимир нервно кивает И неловко чалится к своему гаражу. К этому времени из нашего зелёного двора Обычно все разбегаются. Даже воробьи стараются себя потише вести. «Когда же это кончится?» Тихо говорит себе под нос бабушка-пират. Встаёт она со своей лавочки и идёт к высотке. Там её подруга Матфеевна должна как раз выйти. Матфеевна любит бабушку-пирата, Потому что глухая на одно ухо. Она ей так и говорит, «Ты садись от меня на лавке слева». Пока Матфеевна про поликлинику рассказывает, В зелёный двор-океан вплывает флотилия мамаш с колясками. Они в парк гулять вместе ходят. А бабушке-пирату нравится один лихой карапуз. Он на её Петьку похож в ранней молодости. Она ему леденец приготовила, в сумочке держит. Только бабушка-пират протянет леденец карапузу, Посюсюкать по бабушечи с ним хочет, Как вдруг, сама же и крикнет, «Хулиган малолетний! Босяк Ростокинский! Что щёки надул?» А карапуз не теряется. Ей в ответ кричит, «Леденец на бочку! Три тысячи цельтей! Ты пират! Ты злая бабушка-пират!» Тут, конечно, мамаши в боевой порядок выстраиваются, Как галеры. И давай карапуза защищать! Они в интернете перезнакомились, В форумах перечатились, Книжек умных начитались, Сплочённая команда. Это непростая добыча, Даже для бабушки-пирата. Стали называть они бабушку-пирата И грузчиком с рынка, И дальнобойщиком, И многими другими словами. И бабушка-пират встаёт с лавочки И бежит с поля боя ни с чем. Только леденец Она в своей старческой руке Сжимает крепко. В общем, наш зелёный двор-океан Ополчился на бабушку-пирата. Теперь она по лосиному острову гуляет. Лося-то тихие, И даже если на них ругаться, Они не обижаются. И так бы эта история и закончилась, Если бы не жил в соседней с нами хрущёвке, Один пожилой военный. Генерал, бывший, судя по выправке, Но мы точно не знаем. Мужчина видный, Как танк из-за горизонта. И что греха таить? Влюбился наш генерал В бабушку-пирата. Ходил он за ней в лосином острове, Караулил, То сумку поднесёт, То про капли сердечные спросит. Да и произошло у них, наконец, Решительное объяснение. «Не могу», — краснея сказал генерал, «Не могу без вас Дальше существовать. Ваш зычный голос Напоминает мне Лучшие секунды моей жизни. Вы как рубанёте Три тысячи чертей, Так у меня внутри Сразу что-то Переворачивается. Я на коня хочу, И в атаку!» Бабушке-пирату Понравилась речь генерала, Но она вдруг сказала, «В атаку На ботву картофельную Ходить будешь! Ха-ха-ха! Как тебя из танка-то выпустили!» Генерал опешил на секунду, И как гаркнет, Она согласилась! Ха-ха! Она меня любит! И зажили они с тех пор Счастливо Военно-морской жизнью! Бабушка-пират С балкона Словесный обстрел Мирных жителей ведёт, А генерал сидит, Слушает и наслаждается! Ну, идиллия! Что тут скажешь? Только вот шарф длинный Покою генерал не давал. Он уже такой длины достиг, Что комнату Три раза обматывал. И так генерал на него Посмотрит и эдак. По всем статьям Давно бы пора Его довязать, А бабушка-пират Только спицами Щёлкает и щёлкает. Подумал генерал, Подумал, Да и пошёл рано утром К доктору С шарфом. Доктор специальную рулеточку достал, Измерил изделие И поставил диагноз. Не шарфу, конечно, А бабушке-пирату. Оказывается, Не просто так она ругалась. Не зря. У неё болезнь специальная Нашлась и, увы, Совсем не морская. Деменция называется. Вот и не могла она себя сдерживать. Всё время ей Покрепче выражаться хотелось. А шарф она длинный вязала, Потому что забывала каждый раз, Где же закончиться он должен. Прописал доктор бабушке-пирату Лекарства разные. И перестала она Пиратом быть. Пират на пенсию вышел. Одна бабушка осталась, Говорила она во дворе соседкам И смущённо улыбалась. Генерал, конечно, Сначала расстроился немножко. Как же ему теперь Беззычного голоса Своей супруги. Но потом привык. Он же генерал От железнодорожных войск оказался. А это вам не просто так. И теперь Она всё же бабушка. А потом уже немного. Пират. Даже Петька её к ней Приезжать стал чаще. А шарф Они в музей Книги рекордов Гиннесса отдали. Пусть люди любуются. Хотя нам таких рекордов Даром не надо. Книги рекордов Гиннесса отдали. Книги рекордов Гиннесса отдали. Книги рекордов Гиннесса отдали. Книги рекордов Гиннесса отдали. Книги рекордов Гиннесса отдали.